друзья всем привет у меня очередной очень важный и злободневный ролик о птенцах которые недавно покинули гнездо или даже выпрыгивали из гнезда при вас вот такой пример яркий птенцы зяблика вот пустое гнездо пустое гнездо а вчера 26 26 мая в нем были птенцы и я когда подошел гнезду хотел так сказать заглянуть что там я знаю что вы будете опять ругаться и говорить о том что зачем ты беспокоишь гнезда и так далее друзья нельзя помочь птицам не знаю где они живут как гнездятся и как выводит птенцов и какие проблемы у них на этом этапе возникают поэтому так важно изучение птиц во время размножения вот таких птенцов практически бесполезно ловить и что-то с ними делать теперь они будут пищать и будут кормить в гнездо их обратно не посадишь вчера я нашел этих птенцов и когда я пытался тут что-то там как-то заглянуть она видите высоко немного высоковато получается для меня все птенцы в рассыпную оттуда разбежались в норме они бы просидели еще день может быть два не знаю но вот у них есть такой защитный механизм что когда они уже оперились но не очень хорошо летают случае обнаружения гнезда хищником они разлетаются вот не знаю слышите ли вы но я прекрасно слышу и крики беспокойные зябликов и верещание птенцов а вчера кстати был добыл дождливый день прохладная погода но судя по всему как минимум несколько птенцов точно кричат а вылетело четыре или пять птенцов примерно попробую показать например поймать можно сейчас я попробую посадить гнездо и он оттуда выпрыгнет я в качестве демонстрации я-то знал что они выпрыгнут но я специально для вас сделал в качестве демонстрации что сажать обратно птенцов вот таких маленьких гнездо как правило в 99 процентов случаев не имеет никакого смысла они обратно опять по выпрыгивают и в общем-то я такой эксперимент и провел поймал три птенца посадила гнездо через некоторое время сначала один улетел потом второй ну и наконец улетел и третий птенец вы на кадрах на видео можете посмотреть как они выглядят то есть маленькие действительно их поймать легко руками но при этом у них есть крылья маленький коротенький хвостик и в общем они уже кое-что соображают главное что они соображают чтобы что нужно затаиться когда кричат и беспокоятся родители вот как сейчас зяблики тревожатся ну а когда опасность миновала тогда соответственно можно уже начинать пищать и тебя покормят поэтому вот таких птенцов не нужно брать домой если вы их обнаружили или если при вас они покинули гнездо и не могут летать они конечно выглядят беззащитными но таковыми окончательно не являются наоборот даже для хищников гораздо меньше вероятность обнаружить всех по отдельности взятых птенцов когда они вот так рассредоточены по пространству они сидят в одном гнезде вот поэтому главный посыл не нужно помогать таким птенцам и это видео но не на пустом месте основана мне постоянно приходит вот начиная с мая месяца май июнь июль мне постоянно приходит письма мы вот подобрали птенчика и зачастую очень часто это бывает птенчик зяблика вот такой который недавно вылетел из гнезда чем его кормить что делать и я как правило говорю если вы взяли недавно то скорее несите обратно туда же где вы взяли на то же место вот у меня отдельный ролик есть принципе о том каким птенцам требуется помощь это ну пожалуй только стрижам но есть еще некоторые исключения но их мало у меня есть ролик про совят есть про птенцов мелких воробьиных птиц как правило мелким воробьиным птицам помощь не требуется если вы обнаружили птенцов вне гнезда именно таких вот зрячих оперенных да пусть они летать не очень хорошо умеют но помощь им не нужна вот и яркий тому пример как раз вот ролик который я сейчас записываю самое главное что несмотря на такую беспомощность птенцы выживают родители их кормят и все у них хорошо поэтому всем птенца здоровья и благополучия и всем добра